Друзья, мы продолжаем тему «История церкви». И я говорил о том, что заблуждение многие появлялись в церкви из-за незнания Писания, из-за игнорирования Библии. И у Матфея записано очень интересное слово. Матфея 22, 26, 29. Проверьте у себя в Библии. Евангелие от Матфея 22, 29. Помню, что 22 глава. Это когда Иисус разговаривал с Адукеями. Да, 29, да. Он сказал в ответ им, заблуждайтесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Заблуждайтесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. То есть заблуждение проистекает из двух источников. Первое – незнание Писания. Второе – незнание силы Божьей. То есть даже признание Библии – незнание самого Бога. Отсутствие познания самого Бога, личностного познания Бога. И заблуждение касательно молитвы за умерших появилось именно через спиритизм. То, что Библия запрещает, категорично потом запрещает. И монах Макарий первым получил подобное откровение. И как же потом это учение развивалось, лжиучение? Дело в том, что это лжиучение в пятом столетии уже стало частью официального учения церкви. Уже потому что монашество стало частью официальной церкви государственной. Епископам было предписано контролировать монахов. И монахство было больше уже такое монастырское монашество, не обширническое. Потому что в монастыря было проще контролировать монахов. И поэтому многие учения монашеские стали учениями уже церковными. И в литургиях уже в текстах пятого столетия богослужебных встречаются такие слова, что примерно такие слова, я приведу пример, «Господь, если возможно, облегчи участь наших умерших братьев». Вот подобные тексты встречаются уже в пятом столетии. И уже в шестом столетии, седьмом столетии дальше, в этот же период истории христианства, это лжиучение развивалось дальше, оно углублялось. И знаете, каким образом? Странно даже очень, в бане. Если первым откровение получил монах об этом, разговаривая с черепом, то второй, еще более невероятный источник, один священник получил откровение прямо в бане. В столичной городской бане, в банях Константинополя, там заключались сделки, люди культурно проводили время. И этот священник приходил туда раз в неделю, и он встречал одного человека, который был банщиком на общественных началах. Он всем помогал, суетился. И тогда священник однажды принес ему хлеб в церкви, и говорил, пожалуйста, покушайте, воздравьте душу и телу. И этот мужчина отказался вдруг. Есть такая легенда, это рассказ такой есть. И этот банщик как бы отказался и сказал, что этот хлеб для живых, а не для таких, как я, говорит. Священник удивился, конечно, и спросил, а что с тобой? Ты что, не живой разве? Да нет, уже, говорит, давно уже, как уже, умер. А священник спросил, а дорогой, а что ж ты, говорит, тебя не туда, не туда определили? А где ж ты? Как ты попал сюда, в баню? А он говорит, да, я умер, говорит. И меня не приняли, говорит, ни в рай, ни в ад. А послали меня сюда, в баню. Я не знаю, от этого ли пошло такое выражение. Но, в общем-то, его послали почему-то в баню. Значит, и отрабатывать. И он уже, если холест, старается отрабатывать, чтобы его приняли хотя бы куда-то. А то такая вот жизнь хуже всего будет, неопределенность такая. И священнику жалко стал того мужика, и он стал, значит, говорить ему, он говорил ему, что, ну, давай мы, можно, как-то там, поможем тебе, не знаю, но помолимся за тебя. Он говорит, знаете, ничего уже не берет на меня вообще. Но, давайте попробуем, говорит, батюшка, сделать следующее. Я, говорит, покойник, я не могу причащаться. А вы живой, вы можете причащаться. Давайте мы сделаем так. Вы причащайтесь за себя каждый день и за меня. Мое имя провозглашайте и за меня принимайте причастие. А поможет? Ну, посмотрим. Через недельку встретимся и, как бы, обсудим. Если меня не будет, здесь, значит, уже помогло. Меня поделили куда-то. А если я буду, значит, ну, в следующий раз повезет. И вот, и написано там, это пишут, этот рассказ из средневекового Патарика, пересказывал архимандрит Кирилл Павлов. Это бывший духовник Патриарха Алексея Второго и духовник Троицы Сергиевой Лавры под Москвой, в Загорске, с Сергием Посаде. И вы знаете, значит, и согласно этому рассказу, пересказу архимандрита Кирилла, тот батюшка, он каждый день совершал причастие целую неделю и за себя, и за того мужика. И мы его провозглашаем. И через неделю, когда он приходит в баню, того мужика след простыл. И такой вывод современного батюшки отца Кирилла. Вот так и так, видите ли, дорогие правоверные, как важно не просто молиться за умершего, но за покой, а еще совершать за него причастие. Хлебопреломление за умершего. И сегодня это лжелучение очень широко распространено. Начиная с 7-го столетия и по наши дни очень широко распространено. Это учение, думаю, все встречали в своей жизни, больше или меньше встречали. Это так называемое обедня за упокой или сорокалусты за упокой. Проще говоря, обедня и сорокалуст за упокой – это причастие живого за умершего. Причастие за упокой. Вот есть такое лжелучение. Оно очень распространено настолько, что даже вот эти бабушки, которые принимают заказы за ящиком, они настолько проинструктированы уже в этом, что если, допустим, человек спрашивает, приходит новый человек с улицы прям и спрашивает, а могу ли я как-то помочь моему там умершему родственнику, ему сразу говорят, что он может сделать. Это причастие, это обедня заказать, обедню за упокой или же сорокалуст за упокой. И человек особо не въезжает даже в то, что ему предлагают. Он доверяет тому, что ему в церкви плохого не могут предложить. Но получается так, друзья, вместо рыбы – змею, вместо хлеба – камень. На самом деле, я это учение не просто теоретически знаю, но и практически хорошо знаю, потому что долгое время я молился за упокой. И больше того, друзья, когда стал сам священником традиционной православной церкви, не реформаторской еще, а традиционной, в 91-м году это было, я стал совершать эти обедни сорокалуст за упокой. И сам учил этому людей, что это достойно и очень важно даже. И служа на приходах традиционной церкви православной русской, я совершал это регулярно, и даже, наверное, больше, чем мои коллеги многие другие священники. Потому что, если, допустим, даже панихиду брать, панихиду – это не обедня, это просто служение, вспоминание. Воспоминание, проще говоря. Так вот, если на панихиду, допустим, мои друзья-коллеги, тогда они совершали минут 10, то я совершал по часу и даже по полтора часа, прочитывая все записки и совершая полностью, не урезая ничего из этого последования. И бабушки на приходах меня любили, потому что вот так молились, только лишь до революции. И такой батюшка, исконный такой, молятся, значит, как правильно, как положено по книгам старым. Но, друзья, я молился таким образом, и я потому что надеялся, на самом деле, и верил в то, что можно помочь кому-то из умерших вот такими молитвами. Что получалось? Я еще не знал этих учений, я еще не понимал тогда, что это лжеучение. Я думал, что, я верил этому, но, понимаете, я обратил внимание на очень интересную вещь такую. Когда в городе служишь, в городе, в городском храме, там не замечаешь таких вещей. Когда в селе уже стал служить, я стал замечать. Потом в другое село, в третье село меня послали, я стал замечать одни и те же вещи. Оказывается, те люди, которые часто заказывают эти вот обедние сороколусты за упокой, оказывается, у них те же самые проблемы. И чем ревность не заказывает эти вещи человек, тем эти проблемы все более, симптомы оккультной зависимости проявляются. Я, значит, вначале думаю, это просто, ну, просто совпадение, просто... Но когда ты живешь в селе, и ты священник-настоятель, ты имеешь дело не просто с предназначенными. Некоторые люди постоянно приходят, они же исповедуются. И ты знаешь примерно, кто заказывает постоянно эти сороколусты. В принципе, как бы, те бабушки, есть такие бабушки, значит, которые постоянно эти обедние сороколусты заказывают. Ты их знаешь, и ты слышишь их на исповеди, у них одни и те же проблемы. Оказывается, какие проблемы, значит, у этих людей? Во-первых, они умерших начинают слышать. Многие из этих бабушек на исповеди, так вот, и я не называю этих имен, потому что я могу говорить, вот как пример об этих проблемах, об этих недоразумениях. Проблема какая? Что слышат голоса, у многих еще теряется сон, и если видят сны, то они видят этих умерших людей. Дальше, больше. Очень часто они, бабушки эти, слушая советы некоторых священников, они причастены делают, ну, чтобы проскорочки заупокойные эти, приносят и дома дают внучкам своим. И вы знаете, и у детей те же самые проблемы. Теряют сон. Ну, один из симптомов оккультной зависимости – это потеря сна. Ужасники такие во сне, значит, человек видит, и, значит, порой голоса слышат и другие моменты. И, знаете, обычно эти бабушки потом приходили, чтобы помолили за этих внуков, внучек. Я вначале это никак не склеивал между собой, никак не состыковывал, но потом стал обращать внимание, что это, ну, серьезная проблема. Я думаю, многие священники, не только я один, но многие священники, служа на приходах, особенно в селе, и зная ситуацию в селе, они тоже, думаю, такие же вещи наблюдают. И когда уже в 96-м году я стал это учение проверять по Божьему Слову, я убедился, что это заблуждение, в 96-м году я перестал молиться за умерших. Не сразу это было, в общем, в общей сложности, где-то около года шла такая внутренняя ломка, такая борьба такая, самим собой в первую очередь. Потому что здесь шла речь о моей личной вере, о моих убеждениях. И это не просто кто-то мне извне навязывал эти учения, я сам по слову, значит, стал проверять. То есть Господь возбуждал во мне такой пояс, проверять, а правильно ли на самом деле мы делаем. И вот один из толчков, который меня побудил исследовать по Писанию и по истории об этом учении за умерших, молитвы за умерших, как раз были такие жизненные примеры. Я как бы видел уже невооруженным глазом, что здесь какая-то проблема. Если согласно учению моей церкви, моей динаминации, все хорошо, то почему такие проблемы именно возникают у тех, кто наиболее религиозен и исполнительен именно в этих вещах? Почему? Неужели везде такие просто совпадения? Не может быть, чтобы и там, и там, и там были такие совпадения. И я сам много молился за умерших. Я не попадал в такие вещи, но тоже был под контролем определенных бесов. Я думаю, что сидящие, большинство сидящих в зале понимают правильно меня сейчас, что есть не только мир Бога, но есть еще мир дьявола. Есть не только свет, есть еще и тьма. Я думаю, что человек, который читает Писание, он должен понимать, что есть не только добро, есть еще и зло. Есть Бог, а есть дьявол. И там, где человек не дает место Богу, там рано или поздно поселяется дьявол, его бесы. И это, конечно, очень сложная тема такая, но я с тех пор, когда получил самоосвобождение от этих вещей, я и у себя в церкви, и где бываю, я говорю так, что если вы раньше заказывали обедние сороколусты за упокой, то и внутри у вас вдруг возникла вот эта вот подсказка такая, что нужно от этого отречься, то есть делать это. Именем Иисуса Христа, мы обычно так говорим в церкви у себя, что именем Иисуса Христа я отрекаюсь от всякого оккультизма, и светского, и религиозного. Потому что светский оккультизм, это, допустим, это вот такой простой, такой, если можно так выразиться, оккультизм, это вот гадалки, там, значит, магия такая, бытовая такая, любовная, ну, всяких видов магия, такая светская, не церковная, как бы. А религиозный оккультизм, это то, что рядится в ризы, как бы, церковности, понимаете, то, что выдается за христианство, как бы. Вот это, как бы, религиозный такой оккультизм. Но, в принципе, хрен рельский, как говорится, не слаще. В принципе, это одного поля ябродка, просто под разным соусом все это подается дьяволу, но это, в принципе, одно и то же блюдо. Один источник. И даже вот те, некоторые заблуждения людей, светских людей, о том, что есть добрая магия, есть злая магия, есть, допустим, белая, есть черная. Вы знаете, это такая ложь, на самом деле. В этом я много раз убеждался в практике своей христианской. И на одном из конгрессов в Европе, конгресс по магии и чародейству, где собирались представители, как бы, элита мировая, черной магии, белой магии, а также и других расцветок, а именно красной магии, зеленой магии. Есть такие, они малоизвестны обывателям, но есть разные подразделения магии, есть разные классификации магии. И есть международные конгрессы магов, там много и проходимцев, есть и профессионалы, на самом деле, посвященные люди в это все. Вот, и, понимаете, на конгрессе, когда был избран президиум, значит, из разных цветов магии, было заявлено следующее, это заявление опубликовано было в прессе, что источник у нас один. Лучшими представителями всех этих расцветок магии было заявлено там в прессе, что источник у нас один. И черной магии, и белой магии, и зеленый, и красный, и других расцветок еще. Есть еще маленькие такие, как бы, секты, такие отколовшиеся другие цвета магии. Вот, и получается, что источник, на самом деле, они не сказали кто. Они просто говорили о космосе, о суперразуме, о чем-то еще, но с позиции писания, священного, мы можем понять следующее, что источник, здесь дьявол, потом падшие ангелы, которые открывают оккультный мир. Оккультизм, это всякая попытка вторнуться во сверхъестественное, помимо Бога, помимо Божьего пути. Всякая попытка влезть, как Иисус сказал, Он очень хорошо сказал, через забор, через окно, это вор и разбойник, вор и разбойник, пытающийся влезть, на самом деле, во двор. Но Он сам себя назвал дверью. Кто мной войдет и выйдет, пашет найдет. И на самом деле, Он спасется. Иисус, эта дверь, если можно так выразить, еще и в духовный мир, единственная, открытая для человечества, самим Богом, дверь в духовный мир. И всякая попытка, помимо Христа, войти в этот духовный мир, даже с благими намерениями, допустим, познавать Бога, она чревата печальными последствиями. Это попытка влезть через окно, в духовный мир, через забор, это воровской прием, это разбойничий прием. И здесь, даже по незнавимой человеку, когда идет в эти все вещи, он попадает в силки, расставленный дьяволом, оккультизма, религиозного, или светского, и так далее. Хотя некоторые люди, покаявшиеся, бывшие оккультисты, признаются, что некоторые из них были искренни, они думали, что служат Богу и ищут Бога. На самом деле, одна из, сейчас уже пастырей, уже в Украине, от посольства Божьего, раньше была одной из, ну, молодой ведьмы такой, оккультисткой, занималась спиритизмом, значит, вызванием духов, и так далее, имела диплом ведьмы, хотя ей было лет, всего лет 20 было ей, значит, она уже была дипломированная ведьма, значит, значит, при том, у нее был стаж уже работы, свой, значит, была своя школа уже по обучению, значит, методам белой и частично черной магии. Вот, и она получала некоторые такие вразумления от Бога на сеансах по спиритизму, значит, когда она вызывала разных духов и считала, что у нее есть покровитель определенный дух, значит, определенный, который помогал ее бабушке, там, и дедушке, и так далее. Вы знаете, когда однажды прозвучало где-то там имя Иисуса, она удивилась, значит, она потом в связи с тобой рассказывала в библейском институте, что она удивилась той силе, которая скрывается за этим именем. Есть какой-то авторитет, который она не знала тогда еще, она не понимала, что это такое, что это такое. Но она думала, что на своем уровне, что она служит Богу, помогает людям и так далее. Но, друзья мои, все эти ложные и твердыри, они рушатся. Потому что, когда человек познает истинного Бога, в этом есть жизнь настоящая, жизнь вечная. Иисус, Он сказал, что Его миссия в чем? Разрушать дело дьявола, там, где Он, там жизнь и жизнь с избытком. А Я пришел, чтобы в мире жизнь. Аминь. Слава Христу. Так вот, друзья мои, и церковный оккультизм это тот же самый оккультизм, просто, который родится в церковной одежке. Здесь, конечно, человек может даже быть, допустим, не поклоняться даже мощам, но не молиться за умерших, однако же все равно быть под воздействием оккультных сил определенных. Даже, хотя, в ее понимание, библейскую церковь, читая Божье Слово даже, может быть под таким воздействием определенным. Допустим, когда человек магически относится к молитве самой. Допустим, вот я помолился вот так и так, и будет так и так. Ну, сто процентов. Значит, и это магический подход к молитве, он тоже притягивает бесовский контроль. Потому что человек должен воспринимать верующий, я так понимаю, молитву, как живое общение с Богом. Не как магизм такой, не как палочка-выручалочка, не как доброго волшебника воспринимать Бога, который, значит, он дает все, но в общении, как в общении, иногда Бог говорит нет, иногда говорит да, и ты говоришь иногда нет, иногда да. Вот, и в общении все по-другому, там нет магии, там нет магизма в общении в этом. К сожалению, значит, очень часто наши представления о Боге, они не верны, потому что складываются очень часто не на основании Божьего Слова, не на основании того, что Он сам о себе открыл, рассказал, показал нам. Потому что проблемы эти многие будут рушиться, если мы будем формировать образ Бога в себе, значит, и представления наши о Боге будут складываться на основании того, что Он сам о себе объявил, сам о себе открыл уже. Это самый верный путь Бога познания, слава Христу. А практический путь познания, это уже, он не должен противоречить твой опыт тому, что Бог сам о себе открыл. Если опыт твоего Бога познания, он отличается и уже серьезный вид на разницу между тем, что ты познаешь о Боге и то, что Бог открывает о самом себе, здесь должен быть сигнал сос сработать в нас и нужно вовремя скорректировать свой путь, выровнять его, поэтому слово нам и дано, как вернейшее написано пророческое слово, как компас, как ориентир такой в нашей духовной жизни. Не слишком сложно это? Это понятно должно быть. В принципе, я не особо такие сложные темы беру. Друзья, и я к чему это сейчас сказал? Потому что мы не должны сейчас осуждать тех христиан, кто попал в эти заблуждения и дальше их распространял. Знаете, потому что если думаешь, что стоишь, бойся, чтобы не упасть. И еще мы должны знать здесь в Писании, следующее, что если кто обратит грешника в пути его, тот покроет множество грехов, друзья. И на самом деле, когда мы знаем правду и объясняем людям правду, Божию доносим на людей Слово Божье, люди освобождаются от этого зла. Потому что дьявол ненавидит как тех, кто держит с Писания, так и тех, кто сам выдумывает себе учения и находится в заблуждениях. Даже те, кто служит ему сейчас верой и правдой, дьявол их ненавидит. Друзья, очень важно, чтобы в церквях было библейское учение. Иисус говорил, что кто услышит голос Мой и отворит мне дверь, я войду к нему и буду с ним вечериться, и он со мной. И лишь побеждающий наследует все. Аминь. Так вот, я, наверное, скажу пару слов именно об этом лжеучении все-таки еще. Это очень важная тема. Знаете, почему еще? У нас очень сильно это распространено. Очень сильно. Я даже скажу так, что, наверное, это одно из самых таких сдерживающих факторов пробуждения. Это одно из тех твердых, которые не дают пробудиться народу нашему, которые тормозят пробуждение здесь. Это очень важно. Не просто в молитве духовно это разрушить. Да, это нужно, конечно, это сто процентов нужно в молитве молиться о том, что Бог помиловал христиан и вразумил их. Представьте, если миллионы людей пробудятся от этого дурмана религиозного и стрезвятся, и будут молиться не за умерших, а за живых. Представьте, какая сила высудится. Христиане не будут открывать преисподнюю, не будут развязывать руки бесам для их действий на земле, а наоборот будут нейтрализовать действия бесов и будут открывать небеса. Это будет то, что мы видим сейчас, только наоборот. Это будет пробуждение на самом деле. Слава Христу! И сколько часов христиане молятся за умерших, хотя они должны молиться за живых. И как сейчас происходит вот этот обряд сороколушицы, так называемое за упокой. К сожалению, иллюстрации нет у меня тоже в этом компьютере. Вот но значит значит следующее скажу. Нет. Ну представляете себе опять то, что была картинка престола. Престола. И представьте себе на престоле чаша и диск с такой. А можно у вас есть эти фломастеры рисовать? Кто отвечает за эту доску я не знаю. извиняюсь. Если есть, то пожалуйста помогите мне доступ поставьте вот сюда и мы сейчас кое-что нарисуем. Кое-что изобразим сейчас. Из присутствующих вот кто может быть ел такие да такие просворочки просворочки просверка просверка называется да ели да ну почти все значит вы наверное обратили внимание а может не обращали не знаю сейчас приясним просворочка на спасибо просворочка она из двух частей состоит да мы сейчас поставьте сюда наверное да да так замечательно так просворочка из двух частей состоит да и обращали вы внимание что наверху на этой просворочке не хватает маленькой частички такой треугольничек или же щепоточка такая да может не обращал внимания не знаю но просворочка допустим вот так можно рисовать вот так да нижний такой большая большая часть нижняя и верхняя меньшая часть наверху обычно крестик изображен и здесь допустим вырезана частичка такая треугольничек такой значит что же это такое допустим вот у вас просворочка такая вот просворочка такая у нас и вот значит и частички вынимаются и ложатся на дискос и вот на дискосе есть большой хлеб такой и маленькие эти частички их много много целые горки такие этих частичек и вот и есть еще пати чаша чаша такая с вином да внутри это вино и вот значит эти частички они поминальные частички то есть допустим священник в алтаре он должен прочитав это имя за которое оно совершается обмене собственно допустим да или саркауз тем более вынуть специальным таким ножичком копье называется частичку и положить на дискос как поминание этой души но если он добросовестный священник то он вырезает треугольничек если он более халатно относится к работе то он просто вырывает частичку крошечку такой и потом все это лежит на дискосе вместе с большим хлебом который называется агнец большой хлеб такой вырезается из большой просторочки самый такой центральный и так вот это совершается все в алтаре это не видно простому прихожанину это я вам открываю кухню которая за завесой которая не афишируется это то что внутри алтаря совершается на жертвенника начале потом на престоле жертвенник это допустим подседал престол а то что вдали сбоку это жертвенник называется на жертвеннике все это приготавливается а потом переносится торжественно на престол через врата через царские врата это великий вход когда херувимское поется и когда там священие провлашает великого господина отца нашего и он провлашает это все и вас всех православных христиан далее вносит все это в алтарь и хор поет дальше после херувимского ягода царя очень красиво в момент другие но к сожалению за красивой внешностью не все красиво духовно происходит понимаете бывает так что дьявол усыпляет бдительность верующих красивой внешностью обрядностью и красивыми голосами деканов вкусным запахом ладана так далее но я вообще верю в реформацию православия когда православие освободится от сетей от силков вот этих религиозного культизма это будет на самом деле это та сила которая на самом деле поможет душе русской познать Бога и вообще литургия православная очень красивая на самом деле красивая я честно говоря влюблен в литургии это православное потому что я лично пока в христианстве не находил ничего красивее того что я знаю православие я хотя служил и западную римно-католическую месту и в протестантских служениях различных участвовал и в адвентизме и в баптизме в харизматическом движении в пятидесятничном движении то есть в разных церквях я бываю и бывал и в разных служениях участвовал, но то, что я знаю в православии, на мой взгляд, это самое красивое вообще, самое красивое. И я полностью свидетельствую с теми, кто однажды от Владимира был там в Стамбуле, в Константинополе, потом вернулся и сказал, что мы не знали, где мы были на небе или на земле вообще-то. Значит, это вот такая красотища такая. Вот на самом деле, славянская душа, она ищет красоты, ищет красивости, и в этом ничего не греховно абсолютно, друзья. Но проблема в том, что за внешней красивостью порой не все красивое духовное. Если библейский фундамент будет подать под всем этим, и будет на самом деле Слово Божие звучать, и служение будет на самом деле понятным человеку еще, вот это будет влиять и на дух, и душу, и тело. Это прекрасное на самом деле служение, которое охватывает все абсолютно. Ну ладно, а то вас сейчас научу, сейчас пастор с Розой вернется, говорит, что такое случилось с церковью, здесь кордилы зажгли, там, значит, со свечками стоят уже. Да. Ну, значит, нет, вы будьте такими, какие вы есть, потому что не было бы харизматом вообще, ну, честно говорю, что христианство было бы, значит, ну, не знаю, не полным на самом деле, потому что вот харизматические движения вообще, это как вот, знаете, молодость церкви. Это, значит, ну, не знаю, ну, что церковь, она не старая, она не... Когда попадаешь в старый костел или в большой храм православный старый, значит, и ты понимаешь, что нам уже две тысячи лет. Попадая в такое собрание, понимаешь, что мы все равно молодые. Даже за две тысячи лет мы хорошо сохранились. Слава Богу. И, друзья, значит, как Иван Павел II говорил о движении харизматическом, значит, уже покойный папа Римский, что это надежда церкви, говорит. На самом деле надежда церкви. Возрождение духовного церкви. Но, значит, красивые литургии православные на сегодняшний день факт, остается фактом отправлено ягом религиозных, оккультных этих учеек и практик. И одно из этих, вот то, что я сейчас вам рассказываю. Значит, на дискуссе сложены частички, их много. Допустим, в Рязани, когда я служил в соборе кафедральном, Борисов-Глебском соборе, тогда кафедральном соборе Рязанской епархии, то, я сейчас боюсь быть не точным, но в родительские субботы мы под три тысячи проспор вынимали. Частички под три тысячи. Это мы начинали помин, будем так говорить, и вынимать частички, допустим, в пятницу вечером. Во время всего Всевышнего мы вынимали частички, ну, один священник он вел служение, как бы, с дьяконом, а мы, священники остальные, совершали это поминание. Потом всю литургию до самой хирургимской мы тоже вынимали, вынимали и вынимали. Большими мешками выносили эти проспорочки, значит, их раскупали, но их было больше, чем три тысячи, потому что три тысячи это то, что я знаю я, значит, у себя в пределе мы делали. А в Центральном монтаре там было еще другие, были другие священники, они тоже совершали, тоже, но приносили другие еще дискуссии, тоже наполненные вот этими поминальными, этими, как назвать, частичками этими. Понимаете, и стояло много чаш у нас этого горячего вина, этого, значит, чаши такие большие были, и двухлитровые, и больше даже, значит, золотые чаши, и они были полны этого теплого вина с хлебом, и все должно было съесть. Значит, группе священников, вот честно говорю, что мы там так напоминали, значит, что, значит, там выходишь, когда там видишь не одно такси, а уже сразу жма такси, значит, там, как бы, вот, тяжкий труд, значит, такой, вот, и, но, потому что священники все потом должны съесть, понимаете, ну куда-то все, но не съесть, а красиво, кстати, называется, потребить, потребление даров, да, и, значит, понимаете, почему батюшки такие толстые, значит, ну, много хлеба, значит, с горячим вином съесть, значит, как каждый будет где-то это, да, здесь, как в барбе не будешь. И вот, значит, и, ну, нет, я шучу, конечно, обычно это просто обжорство человеческое такое. Вот, значит, так вот, и вот эти частички все, их вносят в алтарь, ставят на престол, была картинка престола, помните, да, на престол, и на престоле священник, ну, входит, я не буду все служение рассказывать, вкратце скажу, что в завершение служения, когда священник выходит открывать врата царские, он причащает всех живых членов церкви, значит, такое здесь выражение, интересно, очень даже, да, как у Гоголя, прям буквально, мертвая душа, еще что-то попахивает таким, значит, потом он заходит в алтарь, значит, и, ну, причащает мертвых членов церкви, умерших членов церкви, бог судья, конечно, этим батюшкам, но совершается это так, значит, священник в эти чаши, или в эту чашу, ссыпает все эти крошечки с дискоса или с дискоса, ссыпает, и читается молитва, и в которой подразумевается, что в этот момент духи этих умерших, кого упоминали мы, они причащаются вместе с живыми, и грехи как бы омываются, согласно этой молитве, омываются кровью Христа, и потом эти чаши, или эта чаша переносится на жертвенник, когда священник потом постоянно покажет ее верующим, благословляет эти чаши и переносит куда? На жертвенник, и на жертвеннике уже в завершение служения это потребляется, ну, съедается, проще говоря, и вот, и считается, что это есть помид, а после литургии, после служения, те, кто заказывал эти обедницы, рукаусты, они уносят с собой что? Видимый знак того, что этот умерший причастился, это просворочка, в которой отщипнута или вырезана частичка, и эта просворочка обычно съедается на кладбище, или дома, в кругу семьи, там, среди знакомых, или просто раздается в храме, значит, там, значит, порезается на части, засушивается, хранится обычно, поедается в течение, там, месяца, двух, так и так далее. То есть, ну, разные есть традиции на местах. И вот, но смысл тоже, что это как бы поминание живого, живого, живым умершего. Хлеб для мертвого. То, что, значит, умерший не имеет уже тела, он не может причаститься, а живой предоставляет свое тело для этого причастия. Это очень опасный, оккультный эксперимент, друзья мои. И я думаю, что приходит время нам, как православным, священникам покаяться в этом оккультизме. Это очень сложно. Вы знаете, я со священниками традиционной церкви православной, ныне, которые остаются еще в традиционной церкви, много раз беседовал по этому поводу. Когда один на один беседуют, что некоторые соглашаются даже. Некоторые соглашаются. Но потом вопросы у них возникали. Они говорят, а что делают нам? Если я сейчас уйду, это прекращу делать. Другой на мое место придет, он будет делать то же самое. Я как винтик. От меня ничего не зависит. Это большой механизм. Вот он больной. А я лишь делаю то, что мне нужно делать. Все. Если я в своем храме не буду делать свои соркаустов, другой батюшка какой-нибудь, другой Василий, он у себя в храме будет это делать, продолжать. К нему мои прихороны будут бегать и то же самое делать. Это ничего не решит. А потом другие говорят, а если я это не буду делать, меня просто из епархии выгонят и все. Я потеряю место, дом церковный, я потеряю все. И куда меня, в какую епархию меня примут? В России, к сожалению, нет хорошей структуры, такого альтернативного православия. Священникам некуда податься. В России, говорят, стыжусь, люди работают. Не умеют, говорят, что тяжелее как делать. Ничего не хочу поднимать. А что дальше делать? Чаще всего священники не имеют светского образования, переучиваться не хотят, или бы ленятся, или бы не хотят. Это принципиально. То есть, понимаете, какой-то замкнутый круг. И друзья мои, на самом деле, поэтому обновление сейчас православных церковь, как альтернатива официально сейчас государственных, ну, не государственных, но менящаяся государственная церковь, значит, очень важна сейчас для священников, в конце концов, как город-убежище для этих священников. И священники должны увидеть форму православного служения, лишенную этого религиозного акутизма. Должны увидеть то, как можно и должно служить Богу, по Божьему Слову. И один уже святой православной церкви, его канонизировали не так давно, в русской церкви, объявили святым, это Филарет, митрополит московский, Филарет Дроздов. В 19-м столетии он жил, и благодаря его деятельности, собственно, Библия вышла на русском языке, так называемый синодальный перевод. В русской Библии. Большинство русских читателей используют именно этот перевод. Так вот, и этот святитель говорил следующее, что в православной церкви сохраняются как истинные предания, так и ложные предания. А ему говорили, студенты, владыка, а как же нам отличить истинное предание от ложного предания? А он говорил, друзья, если какое предание церкви противоречит духу и букве Писания, это и есть ложное предание. От него нужно отказаться. То же предание, которое не противоречит духу и букве Писания, является истинным преданием, его должно сохранить. Но, к сожалению, в 19-м столетии, когда церковь была под контроль, очень сильно под контролем, под сильным контролем царского правительства, самодержавия царского, вернее даже, то невозможно было даже вести речи о реформации тогда. Но сейчас пришло время для реформации, на самом деле. И вполне возможно эти вещи сейчас убрать. То есть, что я говорю, причастие оставить, но в библейском понимании. Причастие как преломление. Отец Александр Борисов, настоятель храма Космы Демиана в Москве, ныне здравствующий, протеерей московский, об этом очень ясно сказал еще в 1994 году, 11 лет назад, когда он издал свою книгу «Побелевшие нивы» называется, или же «Размышления о русской православной церкви». Я рекомендую вам прочесть книгу, если вы достанете продвину. Большая редкость. Но если вы пользуетесь, как говорится, интернета, то вам проще гораздо. Вы можете скачать это в интернете в электронной библиотеке Якова Кротова. Электронная библиотека Якова Кротова, в которой есть много материалов по православной церкви, католической, протестантским церквям, в поисковой системе так и напишите. Яков Кротов или просто Кротов, библиотека Кротова. И там есть книга в электронном варианте «Побелевшие днивы», Александра Борисова книга. И ее можете прочитать, потому что в таком издании полиграфическом ее фактически не достать сейчас. Так вот, друзья мои, и в своей книге Александр Борисов так и написал, кстати, что пришло время освобождаться от этого религиозного культизма. Вот он остается еще в традиционной церкви Александра Бориса. К сожалению, он не пошел дальше, он остановился. И даже, почему его книгу сейчас трудно найти, знаете почему? Потому что согласие автора, большая часть тиража была уничтожена. Потому что когда Сталин наезжает на его семью, когда патриарх лично вызвал этого священника в кое-то веке для личной беседы. И когда на всю его семью было давление очень сильно оказано, а его жена член церкви Пятидесятнической церкви, традиционной Пятидесятнической церкви, и патриарх в интервью сказал Алексей, или не здравствующий второй Алексей, значит, он сказал в интервью московскому какому-то изданию, что это написал по всей видимости не батюшка, а написала матушка Пятидесятница. И, к сожалению, Александр, это священник, он сказал слово, но побоялся за свои слова отвечать, делать дальнейшие шаги надо было. Но я не осуждаю сейчас этого священника, нет, потому что ему очень сложно пришлось выдерживать, хотя говорили, да, что он оттрекся от этой книги, но с фигой в кармане, значит, или как Галилеев Галилей там, сказав в конце, а все-таки она вертится, значит, якобы он вышел из здания епархии московской и сказал, значит, другим священникам, а все-таки реформация нужна как-то, значит. Ну, есть разные уже легендарные моменты такие, но факт фактом остается, что сейчас этот священник не остановился на месте, хотя он делал благородную работу и сейчас продолжает благородную миссию свою. Допустим, он воздавляет сейчас, насколько я знаю, российское библейское общество, единственный православный священник, значит, который, значит, воздавляет, по сути, протестантскую структуру в Российской Федерации. Вот это очень большая заслуга, на самом деле, в этом, значит, и он помог многим цеплям в приобретении, значит, и, значит, каких-то там вещей и получении Библии, Нового Завета и так далее. То есть это очень благородная миссия в переиздании, он помогал в переиздании многих книг, которых на русском языке фактически было не достать раньше. Вот, но это та мелочь, которую мог бы сделать другой священник. Я верил, что в нем есть больший потенциал, гораздо больший, как реформатор. Но пока все это спит. Друзья, я сейчас открываю такую картину, знаете, почему вам открываю картину такую? Я мог бы не говорить эти вещи сейчас, вот, но, чтобы вы знали, о чем молиться сейчас надо. Потому что воля человека порой расслаблена. В воле человека порой, даже христианина, даже уже служители, да, порой расслаблена. И нужно молиться на самом деле. И поддерживать руки братьев, молиться, чтобы Господь поднял лидеров. Иисус недаром ведь сказал, это же не просто для красного словца, вот, было сказано, что молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Это же не просто было сказано для общей фразы, нет. Он конкретно сказал, молитесь, молите господина жатвы. То есть нужно молиться об этом. Значит, нужно молиться, нужно отвоевывать каждого служителя. Нужно помолить каждого апостола, каждого труженика на небе Божьей. Это серьезная вещь. И просто так не появляются служители. Каждый из них это плод чьих-то молитв. Вопли чьих-то. Когда Израиль завопил, Бог послал Моисея. Друзья мои, и, конечно... На, так гораздо лучше. И, друзья, значит, вот по поводу еще вот этого хлебоприломления за умерших. На сегодняшний день это одно из самых популярных, к сожалению, учений. Как это убрать из церкви? Я, честно говоря, даже не знаю. Как это может быть? Не знаю просто. Но я молюсь. Вот мало-помалу можно объяснять. Конечно, нужно молиться. Но еще и разжевывать это все, объяснять. Вот простую истину, элементарную истину, что мы не можем повлиять на судьбу наших умерших. Знаете, один священник, он служит в Украине, в традиционной православной церкви, но он такой продвинутый как бы священник. Я с ним разговаривал. Он мне говорит однажды, знаешь, говорит, я тоже реформатор, конечно, но не до такой же степени, чтобы мне не молиться за умерших. Но не до такой же степени. Я понимаю, хорошо проповедовать, но не до такой же степени. Он испугался степень моей реформации. А в чем степени реформации? Мы стали разговаривать, он приводит такие аргументы. Но, в принципе, ничего нового. В семинарах православных также объясняют. Кстати, есть такая книга, интересная очень даже. Называется «Православный антисектантский путеводитель по Библии». Очень интересное издание. Еще дореволюционное. Оно было репринтно переизнено. И в ней указание на места Писания, из которых можно сделать вывод, что, допустим, нужно поклоняться мощам, якобы поклоняться иконам, молиться умершим святым и совершать молитву за умерших. И очень интересные ссылки на места Писания. К сожалению, ссылки на места, знаете, в отрыве от контекста. И если человек, он в Писании читает самостоятельно, и он прочла хотя бы раз Библию самостоятельно, он понимает, конечно же, что это неправильные ссылки. Но расчет весь ведется на то, что большинство читателей православных, они не удосужатся проверить это самостоятельно по Библии, так ли это написано, и что написано перед тем стихом выше буквально и стихом ниже. То есть рассчитано на такого православного обывателя, неграмотного человека, библейский неграмотного человека. И, допустим, по поводу, допустим, поклонения иконам. Там говорится, допустим, о тени проходящей Петра, которая могла касаться больных и исцелять. А тени – это как трафарет, делается вывод такой там. И это первая икона Петра Апостола, которая могла исцелять. Интересно. Дальше – больше. Там есть один случай, вообще такое местописание, такое, я долго думал, почему оно там приведено. «Кесарю Кесарева, а Богу Божье». И там, значит, рассказ такой, вывод такой делается, что Иисус спросил когда людей, что же там, чье же изображение он сказал. Они сказали ему «Кесарево», он говорит, «Воздавайте Кесарю Кесарева, а Богу Божье». И знаете, какой вывод делают составители вот этого путеводителя, что якобы, ну на самом деле, во время империи поклонялись римским императорам как богам и воздавали им божескую честь через их изображение, через статуи этих императоров, через их изображение, бюсты из статуи. И якобы Иисус имел в виду здесь следующее, что как вот поклоняетесь вот через статуи этим императорам, через изображение императора на императора перекидываетесь, вот так же через изображение, допустим, на счет Бога можно Богу поклоняться. Опять-таки Иисус не был поклонником императорам, он не поклонялся перед статуями и те, кому он обращался тогда, не делали этого. Они не поклонялись императору, и Иисус никогда не практиковал поклонение изображениям и сам не делал иконы, как некоторые утверждают, якобы, что он, якобы, обмахнул лицо свое в полотенчик и отдал это изображение, значит, первое, как бы, негативное такое, значит, изображение этого, значит, отдал, якобы, ученикам своим. Это уже последующие выдвиги человеческие. Но Писание говорит, послушаем то, что сам Иисус говорил. У Матфея 4,10 сказано, Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. Аминь. И я верю, что эти лжеучения, они должны уйти в прошлое в церкви. Аминь. А что же делать сейчас православному христианину? Что можно посоветовать тем православным, которые ходят в обычную традиционную православную церковь, заказывают эти обедни? Совет один. Пожалуйста, не принимайте слепо все то, что вам предлагается в церкви. Не только в православном, вообще в любой церкви, скажу так. Мне очень нравилось, как говорил уже покойный, к сожалению, Сергей Сергеевич Аверинцев, академик московский. Это был на самом деле большой души человек и реформатор православный. И он говорил очень интересную фразу, что я, заходя в храм, я снимаю его в шляпу, но не в голову. Вы знаете, приходя в церковь, ты не должен слепо повиноваться всему тому, что тебе говорят. Ты должен внимательно проследить, внимательно проверить по Божьему слову. Должен понимать, что любой человек, любая деноминация, это собрание лишь человеков. Любые ипостередры, самые уважаемые, любой, хоть даже Папа Римский, или Патриарх такой большой, все равно это люди. И любой человек, и даже сообщесть людей, любая, имеет право на ошибку и ошибаются. И идеальной динаминации, идеальной церкви нет просто-напросто, потому что мы люди не идеальные. Но есть Бог, который безгрешен, и Он объявил самого себя, Он раскрыл самого себя в Слове Своем, и поэтому Его Слово, написано, пребывает вовек. Написано, небо и земля не придут, а Слово Его, оно никогда не придет. Аминь. И поэтому, друг мой, пожалуйста, позаботься, проверить по Божьему Слову, правильно ли ты веруешь? Не на опасном ли ты пути сейчас находишься? И, допустим, вот я сейчас эти вещи рассказываю вам, да? Но еще лет, допустим, 15 тому назад я эти вещи рассказывал совершенно по-другому. Я сам совершал эти поминания за умышлением. Сейчас я не делаю этого. Почему? Что случилось со мной? Друзья, написано у Иоанна, написано 8,32. Помните это слово? Иоанна 8,32. Иоанна 8,8 глава, 32 стих. Написано, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Аминь. То есть познание истины. А познание предлагает труд с твоей стороны и моей стороны. Познание это не просто вот принимаешь как данность некоторую. Ты должен работать, ты должен познавать и заниматься с ним постоянно, написано в Библии. Вникать в себя и в учения, и заниматься с ним постоянно. Это очень важно. Тем более, если ты священнослужитель, пастор в церкви, диакон, священник, епископ, то заниматься нужно постоянно, потому что ответственность не только за твою душу на тебе лежит, но и за души слушающих тебя. Друзья мои, и я вот сказал об этих ложеучениях касательно молитвы за умерших. Это еще не все. Еще вскроем еще один гнойник религиозный. Зачем? Это страшно, это неприятно, но это нужно. Сейчас мы как, понимаете, в таком анатомическом театре, или как назвать, даже не знаю, в морге, вскрываем религиозный труп. Для чего? Не просто порадоваться останкам. Нет, а мы смотрим на то, как помогать живым. Как помогать тем, кто сейчас заблудился. Знать историю болезни, как она протекает, эта болезнь. Знать, к чему она приводит эту болезнь. Знать, как можно предотвратить это, вылечить это, если это уже произошло. Друзья, значит, и я говорил, что начало этого лжеучения о молитве за умерших было в спиритизме, общении с черепом, там, ну, с духом умершего жреца, оккультиста в Египте. Дальше, случай в бане. Очень такой странный, очень непонятный случай такой, это мне напоминает, они идут один там, еще школьный, еще, наверное, знаете, такой, когда, значит, мужик идет через кладбище полночь, и видит, значит, мужчина сидит один у кладбищенской изгороди и красит ее. А тот, значит, прохожий говорит, а вот что, мужчина, вы не боитесь покойников? А он говорит, а чего нас боятся? Значит, ну, понимаем, значит, ну, как бы, значит, ну, ну, это анекдот, значит, школьный, а это церковное учение, понимаете, значит, ну, на том же уровне, ну, ну, несерьезно, когда церковь опускается на такой уровень вообще, несерьезно. Друзья, так вот, ну, это же учение, оно распространялось дальше и дальше и дальше. И Русь киевская, когда была крещена, мы вчера говорили, 988 год. Так вот, за 48 лет до крещения Руси, в 940 году, очень интересные события произошли, очень интересные события. Вообще, середина 10-го столетия была, ну, наполнена очень такими и плохими, хорошими, многими событиями интересными в истории христианства. Так вот, но, почему это очень сильно повлияло дальше на историю церкви? Потому что родилось новое откровение или, как бы, хорошо забытое старое реанимировало, что ли, в церкви. Сегодня это учение знает любой православный, католический христианин, протестанты многие знают это. Сегодня даже люди далекие от религии знают эти обычаи, допустим, поминания умершего в 9-й день, 20-й, 40-й день, полгода, годовщина и так далее. То есть, поминания в определенной даты. Вот это учение родилось в 940 году. До 940 года в христианстве ничего подобного не было, ни на Востоке, ни на Западе. Не было традиций поминать в определенные дни, не было традиций этих, не было учения об этом. Но вдруг в 940 году это учение родилось. Оно родилось на Востоке, но потом перешло на Запад. И знаете, как оно пришло? Во сне. Одному монаху приснился сон. Только вдумайтесь, друзья. Монаху приснился сон, и миллионы христиан сегодня в это верят. Слепо доверяя сну одного человека. Но разве это не трагедия вообще? Друзья, мало ли кому какой сон приснился. Монаха звали Григорий. Ему приснился сон. Его канонизировали как святого. За это сон, за это откровение. В принципе, о его жизни больше ничего не известно абсолютно. Известно, что ему приснился сон. И все. Ему приснилась одна монашка, умершая. Он очень сильно переживал по поводу смерти этой монашки и своей знакомой. И написано, что накануне он очень сильно мучился, переживал, где теперь эта монашка находится, душа ее. Очень сильно переживал. Настолько, что он не мог не есть, ничего не пить. И он уснул. И во сне видит, явился ему это монашка. Монашку звали Феодора. А Феодоре тоже ничего не известно, кроме этого сна, ее посмертного явления. Но они тоже за это откровение как бы ее тоже канонизировали на святую Феодору. Монах Григорий во сне видел подробное объяснение нового такого учения. Целое откровение он получил. Утром, рано утром, он прибегает к своему духовному наставнику, который был наставником также и Феодоры. Его звали Василий. О нем тоже очень мало что известно, но чуть больше, чем первых двух. Но его тоже канонизировали как святого. За это откровение. Всех троих. Феодору Василий Новый. Он выслушал сон Григория, записал его, прокомментировал и издал свою книгу, которая ошеломила просто весь православный Восток и потом перекинулась на Запад. Была издана на латинском языке и ею зачитывались. В Европе, в Западной Европе в средние века это была одна из самых читаемых книг вообще. Вот на Востоке до сих пор, вообще в мире православность до сегодняшнего дня это самая читаемая книга, насколько я знаю, и популярная самая книга. Книга называется «Мытарство блаженной Феодоры». Мытарство блаженной Феодоры. И это учение, оно одно из самых распространенных сейчас учений в православной церкви, традиционной. Смысл этого учения очень прост. Я не буду вдаваться сейчас на такие богословские, такие вот глубокие вещи. Вообще смысл в костях очень простой этого учения. Чрезмерно просто. Это спасение своими добрыми делами. Смысл этого учения в том, что человек спасается добрыми делами, что в загробном мире взвешиваются его злые и добрые деяния, и чаши ангелы и бесы пытаются выровнять. Если чаша примерно поровну, то душа, значит, она застревает там где-то. Если добро в его жизни перевешивает, то он спасается. Если зло, то он застревает у бесов. В этом учении нет места для Иисуса Христа вообще. Ощущение такое, что Новый Завет вообще был неизвестен ни Феодоре, ни Григорию, ни Василию. И вообще, если верить этому учению, то Новый Завет нужно просто-напросто откинуть на все 100%. Потому что весь твой Завет будет как раз обратное, что спасение это не по заслугам нашим, спасение по благодати дается. Это дар Божий написано. Жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Друзья мои, если бы мы спасались добрыми своими делами, то мы бы все остались бы заложниками дьявола. Но Господь протянул нам руку помощи, видя, что мы не можем самостоятельно выбраться на волю. Мы не можем спастись. И потому Господь протянул руку помощи, дал благодать Иисуса Христа, спасители нам на землю. Друзья мои, и о самом учении пару слов скажу все-таки. Потому что вообще в лавре, допустим, Киево-Печерской, на входе в ближние пещеры целая стена большая, иллюстрация вот этого сна. И люди заходят и там, я скажу вам так, что Голливуд отдыхает. Все эти ужасники, проклюгеры и так далее, это все еще сказочки детские на ночь. Если бы Голливуд экранизировал бы житие святых, особенно мытарство Феодора, вот там было бы вообще поразмыслить американцам. Вот, значит, но смысл в том, что Феодора уверяла Григория, что она в загробном мире прошла таких 20 мытарств, 20 таможен, 20 таких контрольно-пропускных пунктов таких. И на каждом пункте, на каждом мытарстве ее испытывали и взвешивали ее доброе деяние. 20 мытарств. И, значит, мытарство есть там, допустим, глуда, мытарство зависти, осуждения, мытарство, пьянство и так далее. То есть всего 20 мытарств насчитали там. Вот, и сейчас, наверное, больше уже думаем, значит, вот если согласно этому мытарству, логике этих мытарств. И вот, значит, и, так вот, 20 мытарств, и на каждом мытарстве то же самое было. Эти бесы ставили весы и ложились добрые, прошу прощения, добрые, злые дела. Значит, примерно, душа приходит, допустим, к первому мытарству, да, пьянство там или какое-то мытарство. И, значит, и бесы выходят со списками. И там же записано у них, где пила эта душа, с кем пила, при каких обстоятельствах, смягчающих, растягчающих, значит, все, все подсчитано до капельки, значит, там, ну, понятно, приписки, значит, у них есть определенные, значит, вот, значит, и все это ложится на весы, на одну чашку сон. Душа в шоке, конечно. Ну, вот, надо же, значит, все не упомнишь, значит. Так вот, а ангелы говорят, душа, успокойся, у нас есть для тебя хорошая новость. Ты же не только говоришь шил, у тебя есть еще и добрые дела. Они берут списки с хорошими делами, ну, допустим, противоположными. Если она пьяна, значит, она еще какие-то к ним, там, например, постилась, вообще, значит. Или там, что-то хорошее сделалось для кому-то, даже, может, пьяным угарем, значит. Один из слов, значит, все это было подсчитано, подбито, и, значит, и тоже все это ложилось на чашу весов. Но, согласно этому рассказу о Феодоре, либо там ее беса обвешивали на самом деле, либо ей не хватало реально добрых этих дел, но каждый раз там буквально грамм сто-двести не хватало. Ну, понимаете, вот, ну, злые. Да, злые, как-то перевешивают, значит, что делать? Хотя она всю жизнь по монастырям, значит, понимаете, ну, вот так вот. И вот, и ангелы ее успокаивали, говорит, душа, у нас для тебя есть еще одна хорошая новость. Они доставали мешочки с молитвами за эту душу. Ну, понимаете, ночью мельницу подольется. Значит, и эти молитвы, они досыпали к добрым делам этой души, и чаши уравнивались или перевешивали, и душа освобождалась до следующего КПП. Я обрадую вас, наши друзья. Вообще-то, если серьезно, то подойти к этому учению, то предпоследние протестанты не проходят по-любому. Даже если будешь жить идеальной жизнью, но предпоследние, по-моему, или предпоследние, сейчас не помню, уже забыл эти вещи. Ну, слава Богу, что стал забывать эти вещи уже. Вот еще там говорится о том, что мытарство ереси такое, мытарство лжеучения такого, что если, допустим, ты даже жил идеальной ангельской жизнью, но если ты, допустим, не носил креста, ну я еще, может, еще проскочу как бы, не знаю. Или, допустим, не молился Богородица, не молился святым другим умершим, допустим, мощам не поклонялся, значит, то ты там застреваешь по полной программе. Вот. И уже пока, якобы, Бог не получит удовлетворение от твоих страданий, значит, и ты не скупишь своими страданиями там на тех мытарствах своей вины, и тогда, значит, тебя перейдут в следующее отделение там, и дальше, и дальше. И вот, Феодора рассказала это все, потом говорит, что она попала в тронный зал Иисуса Христа. Вы скажете, аллилуйя. Там самое интересное начинается вообще в этом рассказе. Оказывается, тамошний Иисус из этого учения, он вообще не тот Иисус, которого мы знаем из Библии, вообще. Ощущение, что это как бы однофамильец, вообще, значит, тоже. Тоже написано Иисус Христос, значит, но это вообще не тот Иисус Христос, вообще, другой. Потому что ощущение, что тот Иисус из того рассказа, он вообще как будто Библию не читал вообще. Вот, значит, и как будто он не приходил на землю, и вообще, значит, то, что написано у нас в Библиях, это все, ну, не знаем, на кем написано. Дело в том, что представьте себе реакцию неадекватную Иисуса того, в том рассказе. Значит, душу забудет, представьте, женщина переживет такой стресс, она умерла, она прошла 20 км тарост, и, значит, насмотрелась там таких страшилых, что они в каждом кинете нету, увидишь, значит, да, вот, и она попадает в тронный зал Иисуса, ангела поднял, значит, к чему делал, они раз тут же исчезли, вот, и тот Иисус сказал, значит, такую фразу, я не помню до слова, но примерно так, что гражданка, что вы здесь делаете, как бы, значит, сразу с таким наездом, как бы, значит, что вас, как бы, значит, в рай не за что отправлять, а ват уже, вроде бы, и не бросишь уже, как бы, значит, ну, как говорится, не богу свечку, не черта почерга, значит, ну, как бы уже среднее такое состояние, это бы, душа это сказала следующее, что вот, если бы я не умер, была бы не умерша, я бы умерла там просто, значит, ну, ну, представьте, какой кошмар, и вот, и в этот момент, когда душа, значит, и умирать не умирала, и жить не жила, значит, вот, значит, и приговор, как бы, завис в воздухе, в это время открывается дверь где-то сбоку, и заходит, угадайте, кто? Боже мой, точно? Мама заходит, оказывается, она подслушала, где-то там за дверью все это, вот, значит, и она заходит в самый такой критический момент, и она говорит, значит, да, сын реагирует вообще очень интересно, значит, когда Мария заходит, он встает с престола, идет к ней, значит, и уговорит, мама, у нас здесь очень важное дело, как бы, значит, при чем здесь вы, значит, а мама говорит примерно следующее, это гротесно, ну, примерно так развивается событие, мама говорит примерно следующее, что я понимаю, вот, сын, что она, ну, не заслужила, значит, и так далее, но, как она молилась мне при жизни, и вот, ради мамы, пожалуйста, подпиши, пропускнуй туда, в районе, и якобы Иисус ради мамочки, ради ее этой просьбы, говорит, хорошо, окей, он подписал, и говорит, душа, ну, теперь, чтобы я тебя больше не видел, короче, иди туда, в рай, поселяйся, знаете, друзья, такая ложь, и смех, ну, и грех, друзья, понимаете, но вот серьезно так думаться, это же вообще не библейский путь спасения вообще, мы знаем, что путь один, это Иисус, и нет никого более гуманного и человеку любивого, чем Иисус, нет никого более здравомыслящего там на небесах, кроме Иисуса, вообще, нет никого, кто бы за нас хадатайствовал день и ночь, кроме Иисуса, нет никого, кто бы был посредником за нас сейчас, кроме Иисуса, друзья, вообще, ну, если бы не Иисус вообще, ничего бы этого не было, что мы сейчас знаем вообще, друзья, не было бы христианства, вообще, христианство без Христа это ноль без палочки, вообще, ничто вообще, вернемся к Богу, друзья.